здорово всем с вами айсмен и сегодня мы с вами будем грабить банки payday 2 и как обычно я буду играть соло и по стелсу потом в принципе мне нравится играть по стелсу по этой 2 потому что это очень необычный режим где ты можешь проявить свои качества навыки скрытности скрытого убийства и сегодня я им как раз эти навыки я вам продемонстрирую как я ими владею так ну давайте мы с вами купим ключ карту чтоб нам было попроще открывать дверь с охраной извините ребят приболел чуть-чуть и давайте с вами купим кейс мешками для трупов чтобы тоже было попроще немножко и все мы рейдем так играю надо твиш как вы видите это средняя сложность принципе но достаточно высокая так и сначала давайте чекнем сколько охранников по идее на таких сложностях их должно быть как минимум три случаются редкие баги потому когда встречаются четыре охранника и один охранник в закрытом помещении то есть security room вот и бывает и такое что просто-напросто не хватает пейджеров на охранников и приходится начинается заново но и помимо охранников здесь еще есть так вот что помимо охранников есть здесь еще менеджер которого ключ карта послушали что сказали наш девочка играю за персонажа сидни понравился мне он больше всего потому что во первых это женский персонажами нравится играть за женских персонажей вот потому что мужчины более такие они крепкие более здоровые а девушка такая можно сказать маленького вот на эти татуировки на ее руках и перчаточки нравится ее но если вы видели самого персонажа то она сама по себе такая вот наш клиент давайте мы сейчас вяжем это как раз и есть менеджер которым я говорил в начале видео и у него должна выпасть карта если же карты этой нету то она находится в его кабинете все очень просто так мирных людей мы трогать не будем потому что зачем нам смерть людей невинных которые просто пришли на работу мы грабим бабло нужны бабки кстати распространение сейф двери как как вы видите сзади меня она может быть и в другом месте так тихо тихо может быть другом месте и security room тоже может быть другом месте и вот там начинаются уже сложности становится сложнее играть вот блин запалили ну ладно забудьте про то что говорю что без смертей будет ну чуть-чуть чуть-чуть убийство то не может так пройти чтобы убийство людей не может не никак так остался так одного охранника мы убили и один security room нам еще 2 осталось дверь уже пилится ключ карту забрали самое долгое дело самое скучное здесь это ждать когда у панан человек когда закончат свою работу дрель и она рама и ломается раз сто принципе это неприятный момент у так вот у нас второй пассажир давайте послушаем вот как вот так вот если даже в реальной жизни есть же такие люди потому что по идее основа на реальных событиях по этой 2 игра потому что были взломщик и вот мне интересно вот как вот они отвечали на пейджер то есть логично же что у охранника был совсем другой голос и ему отвечает на пейджер когда спрашиваю что случилось ему отвечает да все нормально типа все нифига нормально у меня случайно кнопка отжалась другой человек другой голос совсем даже женский голос и не чекают его очень странно может быть из-за того то что игра бы не проходил из бы никак очень сложно было бы может не знаю кстати вот пока дрель взломом сейф у меня есть для тебя хорошая новость вот если ты вот да ты сейчас нажмешь на лайк под видео подпишешься на мой канал и нажмешь на колокольчик то моё настроение поднимется так что дерзай братан так открыли получили с вами 39 тысяч зеленых и на столе по 1300 там так а вот он третий у нас так вот охранник у нас так мешков не хватает не хватает мешков вот как раз как в виде сломалась дрель нам нужно починить главное чтобы за этой дверью не была еще одна дверь потому что это вообще будет просто я не знаю во первых это и дли ну продолжительность времени как бы долго нудно ну и как бы у меня свое личное время есть как бы да и останавливаться на середине я не хочу хочется закончить все а тут такое что там по 100 дверей и нахрен это надо кстати пока время это прошло только 6 минут 6.50 то есть я скажу вам что это достаточно быстрый стелс по крайней мере сейчас потому что раз 100 я проходил уже этот банк и показать вам как он проходится в принципе для новичков как это все работает потому что в начале трудно получается по стелсу работать вот ой нос заложен капец вообще не могу что-то погода вообще скачет сумасшедшая похода то плюс то минус то снег то солнце давайте с вами посылки пособираем а ну все открылось и сука странная дверь ну давайте ждачу ладно давайте опа на видели прикольный баг в этой игре что люди которые сидят за компьютерами они отскакивают просто как дикие что-то я не посмотрел сколько времени ну давайте посылки пособираем время есть так тихо 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 отлично отлично возьмем доски чтобы ими можно было закрывать окна но это на крайний случай когда начнется штурм полиции спецназа только для этого они нужны ну и для посторонних лиц они пригодятся но это не в этом банке кто знает кто играет в пд и вы знаете банго и вот вы именно в этом банке есть вся фишка вот этих досок что ими нужно закрыть все окна практически потому что там гулять дохрена народу и даже те которые заходят в банк просто спокойно таки заходят и если увидят палево то они начинают кричать убегают и все нужно нужно сначала начинать и это вообще неприятный момент вообще неприятный его уже посложнее проходить чем этот банк ну потому что ну это чё начальное задание тебе всегда его дают в начале лёгкой сложности поэтому как бы не особо такая трудная миссия ну если вам нравится пд я буду почаще снимать эти серии с этой игрой в принципе буду еще стараться рейнбус икс снимать вот все одна секунда ну и и планы тоже буду стараться для вас и скорее всего в следующем ролике на моем канале я хочу сделать обращение к подписчикам да и вообще к людям которые еще не подписаны на меня потому что у меня мало подписчиков еще хочу рассказать свои планы на полгода на свое лето нынешнее и следующий там месяц которые будут у меня я хочу рассказать какие какие игры буду играть по каким дням когда будут ли стримы вообще потому что в принципе стримы мне нравятся но у меня пока нету такой возможности делать потому что ну нет вообще времени абсолютно никакого вот и я там подробненько постараюсь все рассказать и ответить на вопрос который у вас есть в голове может быть первая сумма что у нас есть и как видите 307 с половиной тысяч бакс достаточно неплохая сумма я вам скажу и в принципе это все осталось 5 сумок всего лишь 5 сумок можно было открыть ячейки но это тоже до хрена времени занимает у нас я потрачу там на скрывание определенное время наверное секунд 30 не меньше не больше и вы представите да я открываю и там пустая ячейка или вещь которую нельзя подобрать или какое-нибудь сраное кольцо за полторы тысячи баксов на кое мне надо если у меня есть сумки за 300 тысяч баксов на кое мне надо если у меня есть сумки за 300 тысяч баксов так и последняя сумка ну вот миссии мы там успех нам дали плюс 10 процентов экспи за следующий контракт и мы заработали 412 тысяч баксов наличными и вот очки опыта у нас и мы заработали 575 тысяч опыта вот давай с вами откроем картеечку надеемся что нам выпадет что-то очень хорошее так и нам выпадает глушитель нам выпадает глушитель не посмотря на какое оружие ну ладно всем пока ребята так вот там это что это это здесь это а это